Друзья, всем привет, всем привет! Вы на канале Пиратская жизнь. Ну что, у нас такой, знаете, импровизированный ужин, то, что мы успели надыбыть. Даже фужеры есть. Да, даже фужеры есть. Так, у нас здесь, смотрите, у нас сегодня пельмешки, вот такие вот, гёдзовские. И, так, это, по-моему, кстати, вот это, по-моему, твой соус, или нет? Ну, какой, 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 какой. Да твой. А это мой. Так, в общем, у нас, смотрите, и пиво. Сидко. Давай, сделаем заставку. Устали с дороги. Можно, как говорится, немножечко и побаловаться. Так, у нас здесь треугольнички, у нас здесь вот эти вот, они гири и прочая хитня. В общем, чё надыбыли в 11 часов ночи? Так, чё, у нас кофе тут есть. В общем, полно всего. Так, стол, конечно, очень маркий, потому что он весь такой стеклянный, красивый. Так, у меня есть вилка. У меня есть это, это, в общем. Всем приятного аппетита, кто с нами сейчас кушает. Ну, чё, попробуем, каково это пельмешки. У меня с креветкой. Такие вот красивые, смотрите. Ну, давай, за приезд. Будем. Ой, всё. Очень сильно устали. Сейчас нам ещё надо вещи будет разобрать. Хоть немножко раскидать. Вот, мы решили сначала ползать в паблику. Всё. Интересно. Ну? Я вот не помню, брала с собой ножницы, не брала. По-моему, брала. Какие маленькие, да? Нет, я в другом плане, что я, по-моему, какие-то другие ещё заказу ножницы. И польём наши бюджики. Пускай они горяченькие. Тарелочки. Здесь тарелочки такие нормальные. В общем, посуда хорошая здесь. Кастрюля, кстати, с крышкой. Вот, посуда, наверное, киевская, да. В общем, всё хорошо. Курики. Сторожи. Нет. Только чуть-чуть. Ну? Ты ножичку. Дайте видео. Не надо. Он что, нормально? Он острый. Острый? Почему? Чур. Ну ладно, да не надо. Так, а это у нас треугольнички. Они, кстати, уже подостыли. Треугольнички у нас чем? У нас со свечиной. Вот одни. Вторые у нас, по-моему, с этим. О, блин, они разваливаются. Кстати говоря, они очень крошатся. Так что, башкушки, всё осторожнее. У нас здесь уборщицы нету. Открыли, кстати, окошки. И немножко сейчас пандель включили. Да, проветрить. Потому что всё равно, когда входишь в квартиру, всё-таки есть такой. Большой. Салфеткой, да? Здесь никого не было. Угу. Полное время. У нас даже салфетки к минуту есть. Они ещё не открыты. Блин. Не, мне очень нравится по наполнению квартиры. В плане того, что вот эта вот мелкая фигня, то, что требуется, всё есть. У нас салфетки есть. Нормально. Одну. Блин. Ну вот одной рукой держишь, а другой вытаскиваешь. Там всё вытаскивается. Ну всё вытаскивается. Ну вот сразу себе тоже ещё бери. Вот всё. Салфетки есть. Нормально приспособимся. Это здоровье. Двой суток дороги. Сами понимаете, очень устали. М-м-м. Вкусно, что это? Ну что? Чтобы время, проведённое здесь, было нам на пользу, в удовольствии. Антоком. Да. И чтобы вам было приятно нас смотреть. Ну что, я надеюсь, вот такую квартиру вы не назовёте на этой дешёвой. Завут. Это же да. Ну, у меня бы язык не повернулся. Слышишь, какая квартира дорогая. Если это тоже плохая. Это когда ковры везде висят. Какая-то. Всё золотом сделано. Мне нравится очень ремонт, хороший такой. Спокойный. Ну, цыканский стиль такой. Нет. Нормально. Здесь достаточно роскоши вот этой блёсток, для того, чтобы насладиться. Свет хороший, видишь? Я думала, придётся сюда лампу покупать. Нифига. Вот смотри, сейчас ночью. Освещения абсолютно нам достаточно. Здесь вот видео идут споты, причём разные. Здесь вот белые, потому что здесь как бы кухня, да? А там уже как бы зона отдыха, типа. Там уже более тёплый свет. А ты смотри, площадка какая-то для готовки, а? Она вот реально, кстати, больше, чем была даже в ривьере. И ривьере вот эта половина, она была просто закрыта холодильником. А здесь я свечу по-другому. Что тут есть-то? Что тут есть? Это вот. Пять штучек. Так, воду купили. Надо, смотрите, оставлю шоколадкой, банантики. Прям супер водичку. Прям приёмка на высшем уровне. Я прям не жалею, что я обратилась. Я, конечно, прям боялась. Сумма-то не маленькая. Ну, не подвели. Пилочка. Это тоже она знает. Трюгольничка. А сколько мне сейчас потратили-то? Много. Пиво сколько там? 30 я взяла ещё один трюгольничек. И 200, и 115. Кстати, вот синха почему-то дешевле оказался. А, хотя нет, там Лео был. Но я что-то увидела в синху. Синха, по-моему, 127 за две бутылки. А Лео он 115. Вот, кому интересна цена, примерно умножать на 3. Это за 2 бутылки ставил. Вот так вот. И 400 там оставили. В другом. Вкусный пильдак. Просто соевым соусом. Хорошо? Я вот здесь, в принципе, могу на углу поставить. Ну, всё. Не будет на часа. Проманки. Проманки только. Да? Оттуда далеко. Угу. Пожалуйста. Я вот что думаю. Вот некоторые столы вот так вот ставят. В длину. Как считать? Не знаю. И складывался бы он был. Больше бы. Если бы в длину его ставить. Вон. Здесь вот будет больше места ток. За счёт этого. Ммм. Квартирка хорошая. Прямо хорошо. Распокойные цвета. Не съедуешь фотографии. Фотографии прям стрёмные были. Живую, а намного лучше. Вот это вот вещи раскидать. Таблетки там разобрать и так далее. Это уже безладно. Может, спокойная атмосфера. Не знаю, что здесь коврики есть. В туалете, в ванной. Вот здесь вот. Возле жахтвана. Там стук. Дверь такая хорошая, добротная. Написали в корпусе, где помещено роду. Хорошо. Но при этом, вид на море. А чего ты говорил так, что всё уже снято? Ну, то, что у них доступно, у них всё снято. А по факту ещё целый день. Где мы сейчас находимся? Ну, а что, смысл я вообще никого не видел? Вообще никого. Я перед нами мужик шёл. А, ну. Это с рынка. Ну, вот на нашем этаже ещё пока никого не видел. Ну, на нашем, да. Мы и в Монако жили, и в этом тут редко кого видел. Не, наверное, скучно. Наверное, вот всякие знаки. Знаешь, вот это вот, смотри, ну, как оно? Вот это вот холодильник, а вот это вот ящички. Ты понимаешь? Вот сзади. Чё, я их попробую, они реально открываются всё. Там круто. То есть дофига всяких вот этих вот мелких. Где вам раскладывается? Хорошо, может, даже раз. Прикажи их гости. Я сегодня видел нашу старую знакомую. М-м-м-м. Этого? Да-да-да. Этого самого. Ну, чё, пробуй. Те самые, не те самые. У нас, правда, готовьчик не умеет. Я тебя не ею. Другой. Ну, другое дело. Ну, давай. Как говорится, оно пошло. Тут у нас ещё кофе есть. Хе-хе-хе-хе-хе. Сейчас голову не помрёшь. Та-да. Та-да, отмечаем. Типком. Сейчас у нас денежка есть. Так, хорошо. На месяц точно хватит. Хотя, как будем... Товарищ, конечно. Аль, что не ешь? Спишь? Он со шпинатом. И сыром. Блин, стол моткий, капец. У меня такой стол. Дома. Где это... Я за компьютером сижу. Очень марки. И плита кудобной. Да. Ну, не всё, видишь, по стандартам. Вот, хайр, кстати. Телек тоже хайр. Я раз слышу, что здесь телек и там телек. С Марса. Интернет. 600-600. Вот как дома у меня, понимаете? Мне, как говорится, всё, что для счастья надо. Кровать сержанка, конечно, жестковатая. Там, когда определяется вай-фай, там цифра 6. Вон, такой нормальный роутер такой прям, мощный. Хороший. От Трумува. От Трумува? Да. Трува. Гигатекс. Я хочу, что-то, по-моему, с тунцом, по-моему, спайси или не спайси. Или нет, это не спайси, да? Нет. Не спайси. Во. Там нет спайси. Еще. Опа. Так. Ну, кажется, это мы делаем, знаем. Хороший у нас такой ревелки. Все нормально, пообщались. Мужчук. Ой. Да вы, нас портим. Кстати, поход мне, я думал, он выше. Уже тоже нам денежку привезли. Сначала у меня одну, потом другую. Мы сейчас говорим, ну, все, спасибо, спасибо. И пошли. Дома пришли, считаем. Что-то не хватает. И этот уже пишет, я вам не ту пачку дам. Верните, да? И все. Надо было и выбрать, и это. А вы что думаете? У нас ведь все по-честному. Они... Вот, видите, только приехали, уже сразу вас обманывают. Вот так вот. Доверяй, но проверяй. Да. Ну, что-то хорошо. Горется, у них холодно очень. Я даже написала девочка знакомая, здесь живут. Горется, сегодня прям первый день, и очень холодно. Удивительно. А я тебе что сказал? Не так жарко, как хотелось бы. Несоброс. Мы вот сейчас сходили, у меня вообще прям кайф. Какая погода. Я не любил особо сильную жару. Кофту уже одели. Еще реально, кстати, знаете, в магазине зашли. Там многие там кофты, там туда-сюда. Я думаю, господи, вас бы в наши морозы. Вас бы к нам сейчас, да? Вон еще и шуба одели, да? Да. Блин, я смотрю, квартиру мне прям очень нравится. О чем говорил? Да сейчас что едут? Какие-то скидки идут. А, аэрофлот вылет, скидки. Какие? Вон что, пошутил? Типа распродажа, типа. Пошутил, что ли? Блин, я рада, что все хорошо. Я так нервничала по всей дне. Скидки будут, когда эти будут, это летать все и сюда. Прин, прим, мы это рейс. Ну, не совсем. Через эту. Через Ашхабад. Ашхабад. 57 тысяч билет будет стоить. Куда-обратно. Так, ну что, насчет этого? Кровати. Ты говоришь, метр шестьдесят, ни хрена, метр семьдесят. Метр восемьдесят, как у нас? А если бы я взяла бы простыни еще, то я взяла, кстати, две навочки. Сатиновые, хорошие. Их просто все равно их надо. Ну, вот это. Я взяла. Как понял? Что? Да, ну сейчас это, как? Это у нас импорта за перемещение. Кстати, знаешь, 12 килограмм перемещает. Она здоровая вообще такая. Надо уже забраться будет в ней. Вот. Тысяча оборотов. А, нет. 8 килограмм. 8 килограмм. Тысяча оборотов АБТ. Нормально. Если, например, вся техника ХАР, потому что телек ХАР, там есть. 8 килограмм там написано. Микроволом, ох, как сказать. Это 12 лет ранее. А, ось. 8 килограмм. Мне нравится. Квартира, знаете, мы прям вот, вот если мы тогда вот фрешаст на Джамтен заехали, там здесь что-то поцарапано, там что-то поцарапано. Здесь все идеально. Вот, например, понимаете, ну, видно, что действительно квартира вот прям вот только с доной. Что? Все. Телек? Проведем тест. Сейчас. Сейчас полночи еще будем распаковать. Нам, блин, этого, как там? Наглубника. Нет. Телевизор тогда своему делали. Сонике своей. А-а. Тест на, этого, Брюса Уиллиса. Тест Брюса Уиллиса. А, кстати, прикольно, есть тест Брюса Уиллиса. То есть прямо в интернете, в Ютубе набираете, тест для телевизора Брюса Уиллиса. Там, короче, показывают какую-то картинку, и если кадр у вас начинает дергаться, значит, у вас там что-то там проблема. Картинка начинает дергаться. С матрицей. Это матрица не настолько мощная. То есть она не, блин, дорабатывает. Хотя, по сути, кадр простейший. Он ставит глингит, глингит. И потом камера по этому кругу идет. И это где-то через 10-15 секунд она начинает пробить. Если у меня получится здесь нумму установить, будет вообще круто. Ты пищать от восторга будешь. Ну, я не знаю. Ну, да-да-да. Знаете, прямые торренты. Можешь смотреть прямо. Не знаю, здесь как. Здесь, по-моему... Диван жесткий. Он незаконный торрент. У меня точно не понравился. Диван жесткий. Ну, он и сделан такой какой-то. Но спать на нем жестко. Так что спать будешь ты там. Когда поссоримся. Когда придешь пьяный, будешь ты спать. О, видите, уже командует. Будешь ты там спать. Слушай, да, нормально вообще так сидим. Как дома практически сидим. Вот как у нас кухня. У нас даже расплодение кухни только не такое же. Вот такой. У меня разрыв шаблонов. Туда делись люди. Все сюда. Говорят, все будет снято. Все снято. А где людей нет. Все снято. Мне даже все специально. А на улице вообще. Не, мне сказали так, что на рынке по вечерам народу до хрена. Что? Мы пришли, еще 11 нет, а уже закрыты. Нет, там уже 11 было. Глядя. Там уже было 11. И что? Он до часу работал, когда мы здесь были летом. В сезон до часу, а сейчас будет все, 11 часов, все. Ну, это да. Странно. Непонятно. Или что, все раскупили так быстро? Наверное. Все сожрали. Закрыл заразик, потому что все сожрали. Ну, посмотрим. Ну, получается, да. Надо будет еще съездить, короче, в магазин, закупиться. Там, туда-сюда. Может, идите на Новый год отмечать все дело. Дальше еще рынок, который идет. Причем. Вот так вот. Он поселил на тук-тук, доехал. Тебе не обязательно этот рынок. Все, прям на нем свет клинок сошелся. Вон, помнишь этот, который у нас рядом с реверой был? Тоже неплохой. Я тебе не говори про него. Угу. Он, интересно, так же работает? Не знаю. А я сейчас уже не буду проверить. Кстати, выйди на балкончик и погляди на рынок. Вот тут вот. Прям видно? Вон там. У нас 21 этаж. Ммм, сейчас как вкусно с этими икорками. Икорками с манезиками, кстати. И не слышно, чтобы там мозг что-то орал или так далее. Вообще. Так что у нас вот где вот мы, да, идем наш, это, наша квартира. Здесь стоянка за рынком, которая. И вот здесь вот у нас этот, нам, блин, против, практически этот, аква-коник. Ну, знаешь, аква мы уже переросли. Мы переросли в тот момент, когда мы еще монах сняли. Аква. Нет, хороший. Нет, понимаете, конечно, здесь можно найти жилье на любой кошелек. Я вот даже, когда, знаете, искала, там было за 10, за 15 тысяч бат, да, даже в сезон. Но по сравнению с этой квартирой, конечно, там астетично весьма. Здесь... Ну, понятно, что хочется чего-то, чтобы все новое было. Потому что, помнишь, ты оглядели акву-то? Да, показывал. Таракан, просто таракан. Дохлый. В туалете вплавал. Плюс эта плесень вот в холодильнике. Да. А здесь плесень-то нету. Кстати, 21 этаж гарантирует нам то, что у нас не будет здесь всяких идей. Жизнь, кушь, кушь, кушь. Это мы еще помнили в Рьюгере. Муравишек. Вот, надо гарбич, ром найти. Вот так вот. Единственное, что еще радует, что в новых кониках здесь нету плесни пока еще. Но я, кстати, нашел одно средство для тех людей, которые здесь покупают квартиры, чтобы плесни не было. Так как здесь стопроцентная влажность, то только из-за этого здесь образуется плесень. Я, кстати, знаешь, мы сейчас ушли. Не знаю, то ли прохладная погода, то ли что. Но ушла, мне не было ни жарко вообще. Я не потела. Метер с моря. Ветер с моря, в чем холодный ветер, реально. Я рада этого ветра. Мне писали, утром 32 градуса, но нифига себе не ехали. А по факту 25 часов. А кто-то писает, что из минус 30 прилетает в такую. Всего утрожного организма, парамокатеза. Но самое главное, здесь всего нету этого средства. Оно есть только в России, почему-то. Так вот. То есть, если ты оставляешь тиру, чтобы не образовалась плесень, здесь такие продаются подушечки. Их просто разобегладываешь, а не впитывают лишнюю влагу. Я у одних ребят... Избрюв воздуха. Я у одних ребят видела, знаешь, там коробочка такая. И там прям конденсат воды с это. Он лишнюю влагу собирает. Ну, есть такая. А ещё вот проще. Чтобы вам вообще не париться год по поводу плесени. Что сделать? Тупо за... Блин, казать. Нормальную сплит систему. Да. И всё. И консервировать дом. Слушай, вот эта циферка прям очень прям чёткий вкус такой. Ну, взяли последние три. Что самое главное, мы уже пришли когда? Одиннадцать. Вот именно. А мы тогда брали это дальше. Рядом с пляжем с ЛМЛМ. Там были по 30, мы взяли. А потом, когда пришли ещё кофе брать, мне уже подешевели, стали 15. Да, ладно, да. А здесь, кстати, нету? Не, они, по-моему, днём-то вообще 40 стоят, нет? Нет, 30. Ой, слушай, так хорошо. Да, когда вот, блин, уже всё сделал. Когда вот нет вот этих вот... Вот сейчас всё, квартира снята, денежки есть, всё это... Есть всё договорено. Можно жить. Ой, сложится расслабляться. Завтра даже никто нас не будет дергать. Как в прошлый раз мы это с Денисом-то... Да. Кстати, ребяточки, хочу вам порекомендовать. Если кого-то интересует экскурсия в Паттайе, я вам оставлю контакты. Можете написать мне напрямую и заказать экскурсию. У нас есть проверенный человек, который вам всё это организует. Так что, если вдруг вы в Паттайе, в Таиланде, а вот приехали сюда в отпуск, ну или вообще просто, может быть, пожить и хотите проверенной экскурсии, обращайтесь. Все контакты я оставлю в описании под видео. Вот, не пожалейте. Мы уже не первый год продаемся и кайфуем. Надо с вами тоже привести себя в порядок, отметим Новый год и поездим по экскурсию. Знать, какие тут новые, я, блин, слышал, здесь есть три блиновых экскурсии. Надо. Ну, съедем. На пример есть такая штука, как вот мы сегодня ехали. Я не знаю, ты блин видел, нет? Проезжали, там есть огромный дэнсо-эко-парк. Дэнсо-эко-парк? Дэнсо-эко-парк. Кстати, а тут это 29-го, 30-го, 31-го на центральном пляже. Там будут какие-то мероприятия проходить с пяти часов вечера. На центральном пляже это где? Это где бичка? Ну, бички. На блин, бички так и не говори. На бичке. Слушай, так он здесь, он вообще работает? Угу. Вот так тихо. Он в автоматическом этом будет. Ты помнишь, как хера начал этот кондей, который был? А потому что он был простейшим. А это инверт-тонель, да? Ну, походу, да. Вообще он был вообще не случайный. И причем так это комфортно прям это в морозе. Там стоит это. Там это общее. Не постоянно, а автоматически поддерживает он. Нет, там еще плюс, понимаешь, там центральное кондиционирование. То есть там не было таких выносных. Там просто центральное кондиционирование. И вот так вот, так одна большая дуровля. И она дует просто прям капец. Мы нам замерзали. Мы помнишь, ставили-то кондей? Мы включали здесь. Да. А сами ходили. Да, и через. А вот здесь так не получится дверь-то открыть. Потому что у тебя ты открываешь и прям туда идут. Это нормально. А там-то мы включали через... Но я тебе говорю, что тот включал, и там прям ветер был. Там прям ветер был, и было холодно. Прям замерзал. Сейчас сидим, вообще кайф. По кайфу. Атмосфера супер. Он автоматически. Я поставил 25, и он придерживает его. Он нагнал 25, все. Ну вообще, сейчас многие вообще выключают кондей. Потому что это... Ну Вован это включил, потому что позакрыл. Нам жарко. Чтобы пока не было этих комаров. Сейчас мы... Да, я включаю. Мне за что понравилось. Смотри, видишь, смотри. Видишь, они положили средства для мытья. Всякие там это, что... Смотри. Железную. Такую, сякую, мягкую губку. Тряпочки. Вот эта штука, блин, для посуды вот так. Выставить вообще супер. Это чтобы она сикала. Да, у нас же постоянно в ривьере-то херня-то была с этой посудой. А там еще внутри, ты еще не поглядела. Чего? Вот у тебя ящички. А я там поглядела, там еще посуда. Но, боюсь, сковородку с крышкой все равно придется купить. Хотя там с кастрюльчика такая нормальная. Ну, кстати, кастрюльчика литра на три. То есть, нормально, я так говорю. Кастрюльчик можно приготовить на один раз. Не на один, но пару раз хватит. Осталось только пить горяжку. Ой, за свою голяшку. Господи, он за своей голяшкой все хочет голяшку увидеть. Блин, ягненько. Ты видишь, сколько она стоит? Полторы тысячи. А ее из Австралии везут. По 700. Это тебе, блин, не наши. Откуда у нас в Грузии нет? Чего? У нас вообще не... Это фига тыишь. Если только... Если у тебя блат есть на одну минуту. Кстати, тут написано. Касса. А, чей киевский? Господи. Походу, эти стаканы вообще даже никто не использовал и не мыл. Хорошо, ты и спаснул. Блин. Да. Ты смотри. На них даже этикетка. Видишь? Ой, вся жизнь. Этикетка. Обычные киевские стаканы. Ну, кстати, как у нас такие же стаканы. Прям по кайфу. Понимаете, здесь прям это... Прям как приехали домой себе. Вообще. Ничего не поменялось, да? Даже стаканы. Вообще. Ты смотри, даже расположение кухни такое же. Стол у нас точно так же стоит. Рад, что вот здесь вот холодильник. А здесь у нас теперь видишь... Что мне радует? Чего? Когда летишь к катарам. Подходишь к чек-ингу, и все, никто ничего не глядит. Даже вес. Он даже вес не, блин, глядел. Сколько чего там. Он, кстати, вода, сколько? 22 с чем-то? Почти 23. Большой. Ну, блин, я туда знаешь, сколько сон напихала. 23 большой. У меня такое ощущение, что он прям... И 9 маленький. Да. Короче, все по кайфу. Сейчас надо тапочки достать. Я с собой тапочки привезла. Терку. Кстати, терки нет. Вот, значит, правильно. Терку привезла. Прям как чувствовала, да? Как чувствовала. А вот ножик я привезла, кстати, овощной. И его здесь нету. Вот это вот самый маленький. А вот хорошо, что я привезла вот это для овощей. Ну, вот нужно понять, в каком они состоянии. Вот очень место. И точилки, скорее всего, тоже нету. Точилки нету, да. О, чайник здесь, это, чисто тайский. Чешарап, да. С тремя, с тремя вилками. Три вещи. Ну, здесь же вещи они везде. Ну, да в том-то и дело. И, кстати говоря, хорошо, что вот эта розетка, видишь, она от раковины далеко. А то иногда бывает, люди не ставят. А, ну да, и японская фирма какая-то. Вот, но три-четыре, а. Азия. Вы понимаете, вот я понимаю, что я здесь сейчас, вот мне хорошо, я приехала, и меня ничто не раздражает. Я не думаю, блин, я вот даже сейчас в кресле сижу, мне по кайфу. Помнишь, мы там сидели? Там стульчики были деревянные. И ты сидишь всю жопу, блин, тебя отсидишь в ривьере. Я за компьютером не могла долго работать, потому что я жопу, потому что я подошел, что подкладывал. А здесь ты, это типа, будешь сидеть и, блин, кайфовать. А здесь, ну, сидишь. Это кожаные кресла, у них какие-то кожаные, но они это такие же. Ну, а, смотри, столик, помнишь, мы там табуретку ставили. А здесь, смотри, столик были. Короче, всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на канал, экскурсии в описании. Пока.